В последнее время мы получаем много запросов сделать несколько композиционных слоев в одном кадре. Это может пригодиться для создания рамок, для разных медиа форматов, например для телефона, или для ютуба, или для другого формата, чтобы соотношение сторон вашего кадра подходило ко всем форматам. Поэтому мы добавили новую функцию, которая называется альтернативный композиционный слой. И просто чтобы сравнить, как мы обычно настраиваем соотношение сторон с помощью маски соотношения сторон, и здесь мы видим 16 к 9, мы можем ее включить. Это такая стандартная область затемнения. И теперь линии соотношения сторон, они зависят от маски соотношения сторон, то есть исходя из настроек соотношения маски. Понятно, да? И то же самое с сеткой. Ее можно подстроить под размер соотношения сторон маски. Так что все это работает вместе. И что мы хотели? Это добавить новый слой, который был бы легче. Просто чтобы взять и настроить, и он работает. Вот как это покажу. Вы идете сюда и нажимаете добавить альтернативный слой. И вот он появился. И все элементы управления находятся в одном месте. Так что вы сразу все можете настроить соотношение. Сейчас один к одному. Также можно его увеличить, или уменьшить, сдвинуть, или добавить сетку, или крестик. Или менять цвет. Или вот на бело-серый, или черно-серый. Я добавлю еще один. Так. И сделаю его 8 к 16. Почти как телефонный формат. И все это может оставаться на экране, пока вы работаете. И конечно же, можно включить и выключить это все. Еще одна классная штука, когда вы будете экспортировать видео. Я иду в экспорт. Экспорт муви. Видите? Оно кропнется на 16 на 9. Или же вы можете опуститься и выбрать альтернативную композицию. 1 или 2. И у нас есть 3 разных альтернативных композиции. 1, 2 и 3. И вы можете экспортировать QuickTime с любым из этих размеров. Надеюсь, что это поможет вам в создании ваших проектов. Спасибо.